Знакомство с каждым человеком обогащает душу. Согласна, да ведь? Да. Я много людей же приходила. И столько на нас ложится, на женщин, девчонок, столько с такими судьбами, с такими... То есть приходят очень разные. А приходят обычно... С больной душой, да? Конечно. Приходят, когда, когда... Срочно? Срочно. Когда, да, чаще. Мало ведь приходят девчонки, что вот у них... Дети, когда времени не особо ведь, мало кто прям без ума хочет фитнесом заниматься, потому что это надо, они понимают. Они приходят, когда они не знают, куда идти. Некоторые не могут дома сидеть, да, просто. Ну и лечат, да? Вот реально. Есть у меня такие вообще... У меня Ксюша, так, пришла. Сейчас у меня тренер. Она пришла очень тяжело, переживала любовь свою. И вот она говорит, сколько лет, мы лет 10 уже вместе. Уже она прям... Ты чего, ты хочешь сказать, что это как бы... Это заставляет поверить в себя? Или вот... Или себя в новом свете увидеть? Или добавить себе самооценку? Нет? Как-то так? А кто зачем приходит? Кто приходит, срочно надо похудеть, да? Все, надо заняться собой. И чаще всего, кто приходит... Вот на самом деле, у меня есть такая женщина, которая приходит, потому что у нее умер сын, муж это пережить. Они не смогли это вместе пережить, она осталась одна. Она говорит, я не могу сидеть дома. Как одной дома? Плакать, сидеть весь вечер. Она приходит и... Хоть этот час мы развлекаем ее, до нас идет полчаса, а потом обратно идет с кем-то, разговаривает. Домой пришла, в ванной вроде как и спать. Всяко бывает, конечно, девчонки приходят. А есть такие молодцы. Трое детей приходят, занимаются, утром время находят, бегом бегут, как сумасшедшие. То штаны забыла, то штаны такие вот. Ну, девчонки такие. Столько их разных, столько... На танец у меня 72 года, Светлана Борисовна пришла. Года три назад. Тут я встретила, говорю, что ходить пристали. Старая я стала. Она мне говорит, да нет, приходите, такая молодец. Но все-таки начала ходить. Ну, вот сейчас недавно видели, совсем не знаю, соберется, нет, снова. А вот ведь... То есть возрослих-то как бы... Вообще нет. И сейчас, вот сейчас омолаживаются как-то вот занятия все, потому что был период, когда вот лет 40, средний возраст, потому что дети выросли, можно уже как-то начать с собой заниматься. А сейчас девчонки начинают с молодости понимать о том, что это надо. Сейчас очень много об этом пишут, о том, что это здоровье, о том, что это не только внешний вид. Они вот начинают понимать, что надо есть, что надо ходить заниматься. И молодцы. Анастасия Осипчук. Руководитель фитнес-зала «Позитив». Образование высшее. Чемпионка мира по восточным танцам. Замужем. Двое детей. Целеустремленная. Стремиться к идеалу во всем. Понимает в том смысле, может быть, что как бы вот начинает немножечко тело распускаться, да? Вот подобрать себя и, может быть, даже подобрать и физически, и мысленно как-то, да, что-то? Вообще, да, чем-то заниматься, заниматься собой, это же тоже работа, огромная работа для них. Правильно? И они, я вот все говорю, я прихожу в баню, я тоже банщица по субботу, в бане весь мой позитив в субботу. Ну, спорный фитнес-зал позитив, да? Только привет, ага, вчера была, только что пришла с тренировки уже в бане. То есть мы, захожу в салон красоты, мои опять там, мы везде, получается. Вот у нас, я это называю девочки с активной жизненной позицией. Мы ходим везде. В баню, в субботу. Ну, у меня все девочки. У меня девочки все, и 60 лет девочки, ну, как их назвать? Ну, да. Мы их говорим не те, кто старше, а те, у кого больше опыта, мы говорим. Как скажешь, так, те, кто там старше, не берете там такой высокий степ, не скажешь, а как-то некрасиво получается. Вот, и мы поэтому говорим, девочки, у которых больше опыта, они берут степ поменьше. Вот так вот мы с ними. А вообще, вот смотри, интересно, все-таки танцы это спорт, вот ты относишь к спорту? Нет, это больше искусство, вот пластики, удовольствие, самовыражение, может быть, вот, ну, как-то так, красота. Да, не спорт? Нет, танцы вообще не спорт. Ну, все равно тут уже усилий много тратится, и как бы энергии, и выкладываешься, ты же говоришь, вот сразу, допустим, непременно там душ, ванна, это все равно, это усилия и воли, в том числе и физические усилия. Нет, в спорту нет ни суши. А дело в том, что у меня фитнес-зал работает вот в формате, я действующий фитнес-инструктор была, когда у меня появился танец в жизни. Я уже вела степоэробику, вела пилатес, уже отвела шейпинг в свое время. Это тоже не спорт? Это, конечно, это вообще, это фитнес. Вот спорт – это то, что профессионально. А то, чем занимается мой фитнес-зал, это как раз для здоровья. Говорят, спорт – это болезнь, и фитнес – это здоровье, да? Спорт в большом объеме – это ничего хорошего, да, тоже спортсмены профессиональные, балерины, они уходят на пенсию очень рано. Ну, не даром, да, не зря. Да. Поэтому вот то, чем я занимаюсь, и то, чем я занималась долгое время до того, как у меня появились танцы, и то, чем я продолжаю сейчас, конечно, заниматься очень активно, это фитнес, это оздоровление, это фигуры, это девчонки приходят за тонусом. Вообще, только питание не даст красоты, да, можно не кушать, и это не будет красивое тело, да. У меня есть такая пословица – худая корова еще не газель, да, вот. А с другой стороны, если только заниматься спортом, но не обращать внимания на то, что мы едим, тоже не будет эффекта, но если эти два сложить вместе слагаемых, то можно сделать очень красивое что-то. Потому что я с детства, половину своей жизни я была очень полная, я была освобождена от физкультуры, у меня была справочка на это. Очень, я это называю сейчас творчатый шкаф-купе, то, что было, да. То есть я была всегда полным ребенком, полным подростком, полной девушкой потом. И однажды пришел момент, когда я поняла, что что-то надо с этим делать. И это не были танцы в моей жизни. Ну это понимание, наверное, возраста, 15 лет, вот, да. Ну вот у меня это пришло в 17, когда, да, я начала, я как-то с точки зрения того, что, ну дальше в жизни что делать. Мне надо будет поступать в институт, мне надо будет искать работу, работать, мне надо будет как-то, я смотрела вокруг себя, видела, что девчонки такие красивые. Я тоже могу быть красивой. И начала заниматься тогда еще чем заниматься. Ну как-то вот перебрала что-то, вот куда? Я уехала просто из сухого луга учиться и пошла заниматься. Днем я была освобожденной на занятиях от физкультуры, а вечером за свои деньги я ходила заниматься на простую аэробику в обычный спортзал, который был даже без зеркал, знаете, обычные арендуют, вот, огромный, типа, легонный спортзал. В Сардовске. Да, когда там музыку не слышно, все фонит. Я пошла просто заниматься, после первой тренировки я ноги руками поднимала, чтобы на лесенке подняться не могла, спуститься так же, это просто было. Но после второй, когда вот оно мне полегчало, я поняла, что все, я вылетел, мое, да, мое. И вот сейчас, когда есть четкое разделение для меня фитнеса и танца, я понимаю, что танцы, танцы очень много занимают, у меня, конечно, в профессиональном варианте у меня танцы, когда это участница конкурсов многих, когда сейчас пройден большой путь в Лиге профессионалов восточного танца. Это для меня, ну, очень большое количество энергии, сил, денег, затрат времени, да, по четыре тренировки в день, когда с девчонками нужно работать, а после этого-то между этим нужно танцевать, нужно конкурсу готовиться. То есть само еще плюс? Это, конечно, я не выходила из спортзала, я просто не выходила. Выходной для меня это бежать и плясать. То есть это болезнь. Танец, вот, это болезнь. И когда мой муж однажды, он говорит, ты посмотри, ты, ну, все равно ты измучиваешься, да, это столько времени, он говорит, зачем тебе это надо? И вот тогда я это сформулировала, когда я танцую, я чувствую себя счастливой. Вот это точно танец, это то, это вот способность выразить своим телом все, что ты думаешь, что ты хочешь сказать, что ты чувствуешь, все. Для меня танец — это болезнь, от которой не излечиваются. Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, это музыка, движение, что ли. Плюс к тому еще, на самом деле, то есть, когда танцуешь, даже и думать успеваешь, получается. Или это чувства, они, само собой, сами по себе как-то внутри живут. Вот когда начинающие танцуют, они думают, сейчас я шагну туда, сейчас я шагну сюда. Вначале я как танцевала, свои постановки конкурсные, всякие импровизации, у нас на конкурсах есть импровизации, когда отборочные туры проходят, как и музыканты. И когда импровизацию включают, сначала ты думаешь, потому что ты начинающий, еще лексики мало в теле, да. А вот когда последние мои конкурсы, меня это жутко радует, когда я вижу зрителей, я не понимаю, что это конкурс. Зрители начинают хлопать, и я вообще не контролирую, что делают мои ноги и тело. Я потом в видео смотрю, что я под эту музыку делала, потому что та же импровизация. Это же творчество получается. Вот это для меня уже теперь, я после этого сказала, я говорю, вот действительно профессионалом, наверное, становишься, когда ты можешь незнакомую тебе музыку, определить ее характер, пропустить через себя и выдать ее своим телом. Вот главное успевать в это время, и меня это очень радует, в такт музыки попадать. Да. Что мои ноги, они танцуют в такт, а все остальное раскрашивает эту музыку. Вот это не так давно пришло, кстати. Не так давно. Настя, ты уже занимаешься где-то лет 20, уже или скоро будет? Ну вот танцами я занимаюсь 9 лет, фитнесом у меня 18 лет фитнесом занимаюсь. Вот инструктором работы 18 лет. 18-18 лет вот это вот отдано, да, кусок жизни. Да. Самый такой хороший кусок жизни, да, вот этот вот. То есть молодые годы практически, молодые, зрелые, да, женские, вот когда надо жить в удовольствие, когда радуешься жизни, солнцу каждому дню, каждому утру, там, вот когда есть любовь, дети, и вот танцы. То есть это дополняло жизнь, да, или наполняло, как-то так, что ли? И вообще вот то, чем я занимаюсь, мои девочки, которые ко мне приходят, мои тренировки, мой фитнес-зал, слава богу, что есть помещение у меня, которое вот администрация мне выделила, у меня есть оно, потому что я скиталась очень долгое время, и сейчас вот у меня 8 лет у меня фитнес-зал этот есть. Я каждый раз, когда выхожу, я смотрю вот на это помещение, думаю, как хорошо, что они ко мне приходят. Я просто больше не, я вот не представляю, что я чем-то еще буду заниматься. У меня высшее образование экономическое, да. Да, вот я хотела спросить, то есть ты как-то есть по образованию по-своему, да, вот не потеряется ли это? Или все-таки вот думала ли когда-нибудь о карьерном росте, допустим, вот от чего и к чему ты в жизни идешь, и что в итоге? Вот не кажется тебе, что ты потеряла что-то? Нет? Такого чувства не было? Потому что вот карьеру, если делать, то делать ее сейчас, иначе уже... Я карьеру и делаю, мне кажется, то, чем я занимаюсь, это не карьера, конечно, я... Нет. Работа должна доставлять удовольствие, тогда это не будет... Вот для меня это даже не работа, это вот в этом зале моя жизнь, вот это правда, потому что... Как это говорят, какой-то американский философ, что ли, то есть найди работу в удовольствии, ты не проработаешь. Нет, да, вот потому что я по ним скучаю, по девчонкам, когда я уезжаю на какие-то конкурсы, у меня бывают недельные, там, Санкт-Петербург, за границу в Грецию, там, на Кипр, да, меня нет неделю, 8-9 дней, и я приезжаю обратно, я понимаю, как я по ним соскучилась жутко по всем. И другого... Я работала в ГИБДД 6 лет, да, и как-то была такая возможность, да, тогда меня аттестовать. И как хорошо, что тогда этого не сделали. Вот только потом ты понимаешь, что если бы тогда аттестовали, может быть, этого ничего бы не было. Я бы... Вот я бы пошла в другую сторону, да, я бы, наверное, уже куда-то двигалась в другом направлении. Я так рада, что вот так складывается моя жизнь, что... Я пробовала как-то, я работала, когда открывали офис МТС, у нас в Сухом Лагу собирались открывать. Я три месяца сработала в Екатеринбурге, стажировалась, думала, что я буду здесь работать. Я с ума сходила. Целый день работать, сидя за компьютером. Я не знала, как сесть, чтобы не сидеть. Ну, и колено бы куда-то бы сложить, и я не могла. Это для меня... Ну, какая-то каторга была. Я понимала, что я утром опять пойду, опять включу этот компьютер, опять буду до вечера сидеть. И в Екатеринбурге вот это клиенты, которые... Постоянно это очередь народу, которая... То есть утомлялась даже сама мысль об этом. Вообще, я три месяца думала, оно мне надо. Поэтому для меня, когда я... И вот это был последний мой... Я еще тогда в ЦДО. Последний промещение. Да, это было вот такое... Точно я поняла, что в эту сторону я больше не пойду. Я не знаю, что будет дальше. Да, действительно, потому что сколько времени я буду вести занятия, я буду... Ну, вообще, с другой стороны, вот я когда обучаюсь, езжу, есть преподаватели, вот 58 лет для меня очень уважаемый преподаватель, женщина из Липецка. И она прекрасно выглядит, и она очень много может дать, потому что у нее сколько знаний за это время накопилось. И я не скажу, что она не востребована. Дело в том, что я же сейчас, видите, я выезжаю с мастер-классами, я через неделю еду судить конкурс в Качканаре. То есть все равно моя работа, она не только нашим городом как-то ограничена, поэтому я, то, чем я занимаюсь, оно, я выезжаю, да, с этим, я работаю все равно в этом направлении, я очень много смотрю, вижу, и поэтому не хочу больше никуда, конечно, это... То есть, получается, я нашла свое, нашла то, что как-то вот к тебе, может быть, по случаю пришло, как ты говорила, была полненькой-пухленькой. Да, да. Да, да, да. Оно пришло. Саму, не саму, по крайней мере, ты, наверное, поймала вот из воздуха откуда-то вот это вот... Поймала, вот говорят, что, не знаю, там, из космоса нами правят, управляют, что мы тут как марионетки, не знаю, вот оно пришло, вот это надо уметь поймать. Да, вот это чувство, вот эту эмоцию, и правильно ее вот, чтобы она вела. Да. То есть, уметь слушать себя, наверное, вот опять же, да, что-то как-то так. Вначале, я вообще очень трудно сворачиваемая с пути, поэтому я очень благодарна Андрею, мужу, который меня... Он всегда говорит, я когда говорю, Андрюш, вот я, ты знаешь, я хочу вот в Грецию на конкурс, да, в том году я ему... Он говорит, я могу тебе запретить? Ну, это его право, в принципе, муж... Он говорит, как я тебе... Он говорит, ты смотри, я тебя поддержу. То есть, вот, и на конкурсах он со мной, это нервы, это я вредничаю там, это не кушаю я там, да, вот меня вот так вот. И он это терпит, он это понимает, он говорит, успокойся, ты у меня лучшая, все будет хорошо. То есть, вот это тоже все, все, что вот происходит, да, он помогает мне в этом, конечно. Потому что вначале, когда это начиналось, и в том числе моя мама говорила, ну, Настя, ну, двое детей, ты там, конкурсы, это же и время, и силы, и деньги, и куда поехала. Да, сколько затрат нервных. Конечно, это все же... Она говорит, зачем тебе это надо? А вот он как-то, надо, езжай. Ну, с пониманием, это немаловажно, когда в семье поддерживают. А кто-то еще из семьи танцует? Вообще, почему восточный танец? Я так вот думаю сейчас, все, конечно, не просто так. Мама у меня, у нее азербайджанская кровь. И поэтому я всегда с детства, когда мама выходила танцевать, вот эти трясочки мама у меня делала всегда как-то. И я просто это никак не оговаривалась, как это называется, и как, но она всегда очень пластично у меня танцует. Она вот недавно у меня танцевала, она очень пластичная. И поэтому я это видела, и от этой музыки, как только включаться... У меня не играет дома другая музыка, мне некогда особо слушать, да, что-то. Я что делаю? Выбираю музыку для постановок девочкам, которым, да, что-то я делаю. Я выбираю музыку себе новую какую-то. У меня только эта музыка играет. У меня от нее вскипает кровь. Если живой оркестр, все. А дети? Мальчика еще, мальчик или дочь? Девочка и мальчик, дочь у меня ходит на танцы, она ходит у меня и на занятия, и на пилатесы, и на степ-аэробику. На танцы не к тебе. На танцы она ходит ко мне, она, но я им это даю. У меня есть детские группы по восточному танцу, я их прямо в расписании так пишу, детская группа. Потому что я их даю как вообще основы какие-то танцев. Я считаю, что восточный танец это не детский танец. И поэтому у меня девочки танцуют основные базовые шаги, мы учим поворотики, мы учим хореографические позиции. В конце они обязательно у меня растягиваются, делают упражнения на прессы, на спину, на ковриках. Это такое какое-то общее физическое развитие, умение держать осанку. Но они у меня абсолютно не делают никакие тряски, никакие... Возможно, это и будет подготовителем каким-то этапом, так ли? Но вот в маленьком возрасте, и дочь моя, я ее и на конкурсы не хочу, и детей не хочу на конкурсы выставлять. Потому что я смотрю детей на конкурсах, которых выставляют, это очень часто. Вот эта вот яркая помада на губах, наклеенные ресницы на детях. Она у меня ходит на танец, дочь и все детишки, как тоже на занятия. Просто вот это вот у меня вид занятия для детей. Ну, там восточная музыка играет, мы делаем там две волны и две восьмерки, мы разрабатываем красивые ручки, и больше ничего из танца там особо нет. Ну, то есть вот это вот этап врастания, что ли, проникновения вот в сущности в эту, да? А потом, возможно, кто-то и останется, если это поймут, что это по сути их. То есть это хорошо, что есть такая подготовительная группа, это здорово. А вот, Настя, а почему именно вот танец живота? Ты как-то вот пришла, то есть это действительно все от мамы пошло? Или это вот, ты же говоришь, и пилатесом занималась, и там фитнес, аэробика, шейфинг. Когда степ и пилатес был, я просто, мы ехали в Екатеринбурге с мужем по улице, и я увидела растяжку рекламную о том, что Федерация Восточного Танца, Лига Профессионалов Восточного Танца проводят обучение. И я так повернулась, говорю, ну вот все как-то случайно, да, но мне просто вот попало в взгляд, да, этот. Я говорю, и светофор рядом, мы стоим. Я телефон записала, не было же раньше такой связи, чтобы что-то там сфотографировать, да. И говорю, ой, наверное, надо у нас какое-то танцевальное тоже направление открыть, Андрей, потому что вот есть у меня просто там степ, пилатес, а что-то бы, чтобы потанцевать. И вот как раз Восточный Танец, может быть, я съезжу курсы преподавателей, поучусь. Сразу мысли пришли. Да, как-то так раз, оно у меня пришло, я позвонила, мне все объяснили, что я там неделю буду учиться, сколько это стоит, я поехала, приехала туда, в первый вечер звоню мужу, фитнес, закачанный пресс, нормально, отжималась всегда спокойно. А тут я увидела вообще, во-первых, я увидела абсолютно что-то другое, во-вторых, я ничего не могла сделать, потому что там нужна расслабленность на танце, поэтому, как мой преподаватель говорит, Екатеринбургина говорит, отрицательный опыт, с другой стороны, есть. Вот фитнес, с одной стороны, хорошо, потому что тело поддается быстро тому, что нужно сделать, с другой стороны, часто собрано, надо где-то расслабиться. И этому я тоже долго училась, чтобы расслабиться. И я ему вечером позвонила, я говорю, в Сухом Лагу восточных танцев не будет, у меня ничего не получается, ну а что делать? Я вот за неделю деньги заплатила, неделю там надо жить, учиться. И за эту неделю просто вот все повернулось, очень много знакомых, а у них перед конкурсом это все происходило, девчонки нервничают, готовятся к конкурсу, я на них смотрю, они, значит, там костюмы показывают друг другу, меряют. То есть я увидела вот это… Так унулось. Да, с профессиональной точки зрения причем, я увидела, как они… И для меня они тогда казались, вообще те, кто тогда давали нам мастер-класс, они для меня казались просто вот недосягаемыми звездами. Я думала, ой, я так никогда не буду делать. А оказывается, что если захочешь, если упереться, то можно. Вообще сила характера есть, видимо, да? Ну вот я… у меня сложно, я говорю, мне… Мама может сказать, она мне говорила тогда, вот что это за работа такая, да, спорт, ну вот что это за специальность вначале, но меня вот… Не свернешь меня, если я решила. То, значит, сила характера, да. А вот лень присуща, иногда вот хочется, диван притягивает, к носу. У меня такой возможности практически нет. Поэтому я в этом году, в первый раз я четыре года работала в Новый год, даже в Новогоднюю ночь я танцевала. И в этом году я сказала, что я все какие-то свои предновогодние выступательные мероприятия проведу до 31 декабря, 31 я не буду работать. И это был первый, в общем-то, вот такой праздник, когда я первого числа лежала на диване. Я прям ждала этого. Потому что года последние три этого вообще у меня не было. Мне, конечно, иногда хочется прилечь, но это… Потому что ведь кроме спортзала, дети, дом, тоже надо и муж, надо и даже так, общие наши женские дела, и прибраться, и приготовить, покушать, и отправить их в школу. И они из школы пришли, и что-то где-то помочь. И очень много организационных дел у нас. Ну, прилечь и лежать, это разные вещи, далеко не… далеко разные, да. А вот скажи, все-таки, вот как ты видишь себя, например, лет через 20? Все-таки к чему? Вот хорошо, сейчас по восходящей пока идешь, да? Вот считай, что ты пока вот как самолет, который набирает высоту, да? Где эта точка, где самолет наберет высоту и начнет снижение, или пока о снижении речи нет? Ой, вообще, мне кажется, что в каждой какой-то стадии нашей жизни мы, вообще, человек, если он продолжает развиваться, если ему интересна эта жизнь, интересны люди, с которыми он встречается, общается, он не теряет высоту. Ведь общаешься с людьми, которые старше нас, сколько у них опыта, сколько можно у них научиться. Они абсолютно не становятся от этого, ну… То, что они где-то меньше реализовывают себя, может быть, в работе, они во внуках, посмотрите, они, наши бабушки, дедушки, как они любят внуков больше, чем детей. Я смотрю вот на своих, да, бабушек, дедушек, как они… Опять же, если не лежать. Ну да. То есть… Если развиваться, продолжать, конечно. Развиваться, продолжать и держать себя в тонусе, наверное, это важно вообще, да? По жизни важно. А время вот для тебя быстротечно? Да, очень. Не хватает все время времени, все время не хватает. И чем вот сейчас старше дети, чем старше я, чем больше работы, тем больше времени, все время бегу. Вот все время, все… Я вижу понедельник, раз, уже суббота, понедельник, уже суббота. И вот так вот все. Суббота. Суббота.